Всем привет дорогие друзья, меня зовут Андрей и вы на канале Эндрю. И в этом видео у нас обзор вот такого классного волчка Bayblade Burst Quad Drive от Hasbro, а именно Белфайра B7. Купил я этот Bay не так давно, считаю что Quad Drive только недавно совсем появился в России, поэтому это произошло совсем недавно. Стоил этот волчок довольно дорого, около 2000 рублей, ну что характерно, в принципе для всех новинок от Hasbro. Ну что ж, давайте поближе рассмотрим упаковку самого волчка. Вот так вот она у нас выглядит. Тут мы с вами можем увидеть новейшее строение системы Quad Drive, которая разработала Hasbro. И 4 различных режима боя волчка. Core, Core+, Apex и Apex+. Давайте поподробнее рассмотрим этот волчок и разберемся в режимах его боя. Поехали! Так, вот такая вот у нас тут классная коробочка картонная, что очень радует. Тут в Hasbro обновили упаковку. Так, тут всякие инструкции. Драйвер. Ну и конечно же верхний энергетический слой. Вот так разбирается сам верхний энергетический слой на вот такую вот деталь, которая сделана из пластика, кстати говоря. Сам чип и часть верхнего слоя. Хотел бы отметить очень хорошую функциональность данного волчка, поскольку чип можно переставлять таким образом, чтобы он был как сверху, так и снизу. Это делает волчок более высоким. Такая функция может быть полезна для изменения характеристик волчка, допустим, для боя с более высоким противником. А теперь давайте рассмотрим каждую его часть подробнее. Ну и первая деталь, это у нас, конечно же, чип. Сам чип представлен аватаром Белфайр, ну или же в оригинальной версии просто Беллиал. Мне особенно понравилось, что Hasbro наконец-то сделала волчок действительно очень качественной и хорошей окраски, как мне показалось. Мне очень понравилось сочетание белого, фиолетового и золотого, которое представлено в этом волчке. Ну и следующая часть, это вторая часть энергетического слоя, а именно атакующее кольцо Destruction. На нем есть три мощных лезвия, наносящих очень сильные удары. Выполнено оно также в бело-золотом цвете. Именно оно вместе с наконечником и придают волчку мощный атакующий характер. Ну и следующая деталь, которая меня немного разочаровала, это вот такой вот утяжелитель. Как выяснилось, от Hasbro он пластиковый. Да, вот так. Hasbro не любит металл добавлять в свои волчки, поэтому вот так живите с пластиковым кольцом. Следующая деталь, это тяжелый диск под номером NX. Он средней тяжести и хорошо подходит для атакующих волчков. Наконечник тут имеет двойное строение. Его основная часть имеет стойкие характеристики, ну а одевающаяся насадка атакующие. Собирается волчок следующим образом. Сначала вы берете основную часть. На ней есть небольшие защелки. И вы чип крепите так, если вы его крепите сверху, чтобы эти защелки вот так совпадали с пазиками. Далее вы берете вот этот закрепитель и прикрепляете его вот в эти пазы и защелкиваете. Вот так собирается основная часть. Если же вы хотите собрать наконечник, это сделать очень просто. Берете и вот так закручиваете. Если вы хотите поменять режим волчка, для этого просто возьмите тот же чип. Вставьте его уже не сверху, а снизу. Вот так его одеть. А это кольцо одевается уже сверху. Вот так. Ну и давайте, конечно же, протестируем нашего нового крутого Биллфайера на арене Слингшок от Hasbro. Вот такой вот у нас новый пускатель от Hasbro. Ну и давайте попробуем запустить этот волчок. Три, два, один, вперед! Как вы видите, волчок очень активно помещается. Действительно видно, что он атакующий. Ну а насколько он сильно будет атаковать, мы сейчас и проверим в битве. Ну а сражаться он у нас будет, ну давайте с Глайд Дулаханом. Три, два, один, вперед! О, как просто паренье! Вы видите, как сильно бьет? И Биллфайер побеждает. Ну неудивительно, он из шестого сезона, а Дулахан фактически по строению из пятого. Раунд второй. Три, два, один, вперед! Биллфайер сейчас стоит в атакующем режиме на высокой позиции. Ну как раз для высоких волчков пятого сезона от Hasbro. В этот раз побеждает Дулахан. Давайте проведем еще один последний бой. На этот раз я переставил наконечник Биллфайера в стойкий режим. Три, два, один, вперед! В этот раз уже Биллфайер занимает центр, поскольку он в стойком режиме. Конечно, мне кажется, не очень выгодное сочетание атаки и стойкости. Но, тем не менее, Биллфайер побеждает. И хотелось бы еще отметить, что я пробовал этот волчок в битве с многими волчками, содержащими железо уже не от Hasbro. И он многие из них победил. Такие, например, как Гранд Вальтрик, Рок Дрэгон, Эйс Дрэгон и еще многие другие. Ну, а на этом пока все. С вами был Андрей. Я бы поставил этому волчку 10 из 10. Мне он очень понравился. Всем рекомендую его купить. Единственный недостаток – это высокая цена. 2000 рублей за волчок. Но вы можете дождаться, пока на него будет скидка. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ждите много новых крутых обзоров. Всем удачи! Всем пока!